Абригенам ужесточили правила выдачи огнестрельного оружия. Теперь они должны проходить обучение, причем платное, сдавать экзамен, получать соответствующий документ. Только после всех озвученных этапов местное коренное население будет иметь право заниматься охотой. О чем еще шла речь на слете малых коренных народов Югры в Русскинской с участием представителей властей и налоговых органов Сургутского района знает Алена Милина. Мы же не будем кушать бураны, не будем кушать моторы, мы же на них охотимся, рыбачим, ездим туда-сюда, добываем что-то. И вот получается, что у нас не хватает выплачивать деньги на налог. Главный вопрос совещания – налогообложение коренных малочисленных народов Севера. Абригены – граждане Российской Федерации. И как граждане они обязаны платить налоги. Только ханты не считают это нужным, ссылаясь на свою некомпетентность. У меня есть один буран. А как, этот раз письмо пришло, у меня два бурана. Откуда лишний номер нашел? Для этого вам нужно подойти. Нам важно знать, что у вас именно один буран. Для этого надо подойти к сотруднику инспекции и сверить. Нефтяники безвозмездно дают аборигенам снегоходы, лодочные моторы, лодки. Но при этом представители северных народностей утверждают, такая помощь им якобы не нужна и попросту продают дары. При этом не оформляя никаких документов. Получается, что имущества у ханты нет, а налог за него платить нужно. Кому не надо, не надо выдавать моторные лодки и моторы. Лучше отдавайте деньгами хозяину. Вот имейте в виду еще, вот это коснулись. Вот вы взяли какой-то там снегоход или еще перепродали. А неофициально ни день оформили. Налог будет идти, по-прежнему на вас идти. Уже долгое время администрация Сургутского района работает с аборигенами по вопросу регистрации родовых угодий. В районе их всего около 160, но порядка 50 участков так и остались незарегистрированными. Малочисленный народ неохотно идет на сотрудничество с властями и тем самым создает немало хлопот. Их жалобы и постоянные претензии уже никого не удивляют. Каждое совещание начинается и заканчивается именно с них. Особенно во время ягодного времени невозможно оставить ни сети, ни мордушки, ни лодки, ни моторы на старицах, потому что сразу их крадут. Налоги аборигены не платят, еще и потому, что им кажется, что мал размер компенсации. Таким образом, коренные жители автоматически попадают в список злостных неплательщиков. Работа администрации и налоговой инспекции с коренными жителями ведется постоянно. Но сколько еще времени и усилий понадобится для того, чтобы приучить малочисленный народ к реалиям современной жизни, сказать сложно.